Итак, дорогие друзья, здравствуйте, с вами Валерий Бовсыновский. Сейчас мы с вами разберем видео, вещи такие. Первый, вот зададим вопрос, зачем приходит человек к программированию? Ответ, чтобы научиться разрабатывать проекты. Это правильно? Согласитесь, верно. Теперь перейдем к последнему пункту. А как сделать так, чтобы из процесса обучения естественным образом вытекал процесс разработки? Давайте разбираться. Вот это будет ответ видео. Видео практически направляющее. Почему? Потому что в процессе разработки, обучения, человек каждый может учиться по-своему. И при этом, вот я 9 лет занимаюсь программированием, и мне все эти моменты очень понятны. И я их проговариваю, но люди не слышат. И приходит момент, когда человек начинает, допустим, разрабатывать свой проект, и все, все, что было упущено в процессе обучения, начинает выплывать. Почему? Потому что, прошу услышать, процесс обучения программированию и разработки – это разные вещи. Абсолютно разные вещи. Итак, что нужно понять из этого видео? Какие навыки нужны вам в то время, пока вы обучаетесь программированию? На что обращать внимание? Они очень четкие. Второе. Что первично? Понимание кода или навык? Это вы сделаете вывод в конце видео. Вот как раз-таки, как я говорил, цель этого видео предварительно – как навык влияет на разработку проектов. И может ли быть так, что человек изучает, изучает, а писать не может? Да, ребят, это самая большая проблема в изучении программирования. И совершенно не важно, где человек учится – в университете, на курсах. Пока он не поймет для себя, что процесс обучения программированию – это процесс контролируемый и контролируемый со стороны ученика, ничего не будет. Ему придется исправлять потом ошибки, но чем? Потерей времени. Давайте приступим. Сейчас в школе Бовсуновского есть, получается, как бы два подраздела – обучение программированию и обучение процессу разработки. При этом, ребят, на личном опыте скажу, что чтение книг, любые стажировки ни к чему вас не приведут. Пока вы лично на своем опыте не пройдете весь процесс разработки и не создадите некий прототип у себя внутри, который будет ассоциироваться с определенными знаниями, ничего не будет. Ничего не будет. Вы всегда будете выпадать в осадок. Но давайте не отходить от цели видео. Теперь давайте еще обрисуем образ современного программиста, которого хотели бы иметь большинство предприятий. Вот что я лично понимаю под современным процессом разработки, которое бы отвечало современному понятию цифровой экономики. Вы, наверное, все слышите, что сегодня постоянно по телевизору говорят на ближайшие 30-40 лет цифровая экономика. В России это давно происходит. Постоянно по новостям говорят, создан центр, создан новый центр, там, где хранятся данные. Все уходит в цифру. Но новичок ведь думает как, что там же тоже люди работают, и они с чего-то начинали. Что мне делать, чтобы подготовить себя? Итак, сначала давайте перечислим определенные навыки, которые хотелось бы видеть у себя. Давайте так. Создание приложений, библиотек, проектов в силе ООП. Я не беру сегодня функциональный, я говорю, что большой проект, кроме как объектно-ориентированного программирования, вы не сделаете. Потому что это будет невыгодно. Ну, про центр говорили. Следующий навык. Уверенное написание самого проекта с множеством организаций, относящихся к одному хозяйству, но желающих иметь общий центр. Сегодня все это, хозяйства могут быть разные, согласитесь, да? Но их хотят собрать в общий центр. По сути дела, применяя абстрактные классы, но все хозяйства по минимуму имеют что? По минимуму имеют название, по минимуму имеют четкий адрес, по минимуму имеют количество сотрудников. То есть, уже можно создать, допустим, абстрактный класс для абсолютно любых хозяйств, да? Ну, это сейчас опустим. Теперь, современные все системы обязательно имеют свой сервер. Ведь трудно представить себе современную систему, которая бы не обменивалась информацией. В принципе, одно из условий, куда бы вы ни пошли, а разбираетесь ли вы в веб. Если не разбираетесь, то вам будет труднее. Почему? Потому что какая бы ни была программа или какой бы ни была информация, все должно работать с сервером. Современные проекты имеют мобильные приложения однозначно, либо для чтения, либо для управления целыми проектами, либо их частями. Значит, если имеют мобильные приложения, значит, наверное, должны как-то все это происходить, какой обмен данными. Значит, надо разбираться в базах, надо разбираться в форматах, как передавать данные от одного проекта к другому. По сути дела, хорошо, вот вы бы хотели в лице одного программиста уметь и писать проект, работать с веб, работать с мобильным контентом, работать с передачей приемных данных. То есть, и даже если работает команда, один профессионал, допустим, больше в мобильной разработке, но второй профессионал там в веб, то и тот, и тот должны представлять задачи и понимать код, как правильно сказать, параллельного. То есть, если, грубо говоря, я веб-профессионал, но я не понимаю, как передать данные, то какой же я веб-профессионал? Сегодняшние все современные фреймворки, такие как Джанго, они в себя все это вбирают, да, одним пакетом. Поэтому, вот допустим, не забывайте, простые вещи, простые вещи, которые я сейчас проговорю дальше, сейчас. Так, закончу мысль, которую встрял. Поэтому, ребята, я говорю, начинайте всегда с питон. В ютубе написано питон, в инстаграм серверная часть написана на питон Джанго. Что еще надо за доказательства? Есть две причины, почему нужно начать с питон. Потому что там очень высокая организация объектно-ориентированного программирования. У вас будет четкое понимание и широкое. Потому что, допустим, конечно, можно начать изучать с джава. Это мощнейший язык. Но изучать ООП по джава и изучать ООП по питон. По джава это получится, что кастрированную собаку посадить к самке и ждать, когда будет потомство. Не будет, так как это язык со статической типизацией. Более сильно продвинулся Котлин. Там уже все классическое ООП дано. Но опять, если в сравнении с питон, то, конечно же, допустим, мне очень нравится Котлин. Но смотришь, нет множественного наследования. Уже сразу бац. И, конечно, понимаешь, что кода кучи. Что уже расстраивает сильно. Но там это нельзя сделать. По крайней мере, пока. Поэтому лучше всего изучать ООП, где оно развито сильнее, чем в других языках. Это пайтон. Потому что пайтон это единственный язык, в принципе, который может на лету, без вашего ведома, писать классы. Это называется, по сути дела, мета-классы. Вот это применяется широко в Джанго. А как вы думаете, таблицы автоматом создаются? Эти же классы сами по себе не разделись. То есть, все это происходит потому, что заложена основа создания классов на лету. Вот это вот крутое ООП, крутейшее, да? Поэтому говорю, что когда вы изучаете сначала ООП Python, то потом у вас будет накладываться на другие языки, и вы будете понимать, в этом языке это есть, этого нет. И уже из этого легко ориентироваться в любом языке, да? Теперь, вот это все, что мы зачитали, а можно ли этому научиться? Вот над этой системой я работаю с 2013 года, и оказывается, можно. И школа настроена моя на то, чтобы человек в себе мог развивать фулл-стек-разработку. Но сегодня, я говорю, мы поговорим именно об ошибках, да? Я просто рассказал, чтобы вы себе наметили, что можно, ответили на вопрос, а как начать, да? И это будет связано с ошибками. Так, сейчас дальше пойдем. Итак, как себя подготовить к полной разработке, что происходит в школе, ошибки навыков при обучении, да? Давайте смотреть, сейчас мы будем с группой поработаем, да? Чтобы я показал на реальных примерах и очертил некоторые вещи, чтобы вы понимали, откуда все берется. И до сути я начерчу. Ребят, обращаю ваше внимание, что сайт будет, по-другому может уже выглядеть, потому что я его переписываю. Поэтому не тушуйтесь, но все найдете, не переживайте. Вот смотрите, я хочу показать пример, да? Показать пример. Вот человек, да? Сергей Асачи, здесь проделано очень много кода, практически 10 страниц, да? Много, плюс написание программ, вот это, и так в разных рубриках группы, да? То есть очень много всего, очень много всего. То есть человек готовился основательно. А сейчас давайте прочитаем одну вещь. Я вам прочитаю, вы все поймете. То есть когда человек учится там по каким-то своим критериям, не понимая зачем. Сначала нарисуем, нарисуем график. Вот это у нас шкала времени, пусть будет, да? Вот человек начинает. Процесс разработки, он может быть у него такой, а разрабатывать приложение уровень начинается отсюда, то есть навык. Но при этом за определенное время, ну пусть это будет два года, да? Два года. Человек может остаться на том же уровне. Что надо, чтобы не остаться? Ступеньками будут являться навыки. Они будут очень конкретными. То есть, по сути дела, человек может развиваться вот так. И за это время вырасти вот сюда. Вот эти навыки имеют очень четкие. Вот первой мы будем справка. А теперь я вам просто зачитаю, остальные писать не буду, вы поймете, да? Сначала, чтобы вы поняли суть, я вам показывал не зря Сергея Осачева, который, в принципе, очень много кода написал. Но помните, я вам говорил, процесс обучения программированию и процесс разработки это разные вещи. Потому что, когда вы обучаетесь, изучаете язык, то, в принципе, сейчас я перейду к тому вопросу, то, в принципе, у вас нет полной картины. То есть, вот этой картины всего приложения, где вы сами спроектировали, сами поставили цели, нету. Это при обучении программирования, потому что вы пока учите. Вы учитесь типу данных какому-то, и у вас вы работаете, допустим, с типом данных список, словарь, и вам понятно, что там у списка в данный момент надо просто извлечь данные. Для чего вы не ставите задачу. И посему таких моментов много, да, вы пока учитесь, вы просто учитесь. И получается, что о процесс разработки должна быть полная картина. То есть, вот этот маленький фрагмент уже встраивается чисто как метод. Но зачастую люди теряются. Я говорю, посмотрел, даже Сережа пошел потихоньку встраиваться. Но сначала была реакция совсем другая. Сейчас я вижу, все нормально. Ну, потом я так понял, Пандас, ну, в общем, написал, понял, что делать, отлично. Мы с вами сейчас прочитаем инструкцию и конкретно попробуем совместить со схемой, чтобы вам, по крайней мере, дошло. Я дам некоторые ссылки. Вот, допустим, Михаил окончил, когда-то писал, вот он четко понял, что он не может работать со справкой. И вовремя обратил на это внимание, да. По сути дела, почитайте. Я это дам. Дальше я привел статью Сергея Осадчева, который начал изучать второй язык. И мы потом тоже ответим на этот вопрос. Пока давайте заниматься заполнением вот этих вот ступенек. И вот здесь появляются ошибки. Значит, что может влиять на процесс разработки, когда получается ситуация, что вы учили, 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 целый год потратили, а писать не можете. Давайте читать первое. Отсутствие или недостаточный уровень навыка работать со справкой. Значит, я пишу ребятам четко и прямо. Если вы делали, как я рекомендовал, а в школе, допустим, в уроках говорится, что весь код, который мы делаем, иными словами, мы работаем с джанго, работаем с URL, да, вот URL, значит, вы четко должны в данный момент, хотя вам все понятно, зайти на джанго, знать, где размещены URL.com и проработать. То есть понимать, понимать код. Я это всегда называл. Пока человек новичок, он идет от контекста приложения, ведь когда он учится, он понимает, что в коде происходит. Идет к справке. Но в справке он баран-бараном, да, пока. Но когда он начинает сравнивать, потихонечку приходит навык. И так надо делать совсем. Неважно, вы работаете с чистым Python, с библиотекой, везде найти эти вещи в справке и четко понять, что вы понимаете. Это должно быть системой. Если вы так не делали, то это приведет к следующим вещам. Очень конкретным и очень плачевным. Значит, если вы все это делали, то у вас есть навык и опыт понимания, что в принципе программирование – это профессиональная работа со справкой. То есть у вас этот опыт выработался, и вам процесс разработки будет приятным. Сложностей не будет. По сути дела, почему? Когда вы начинаете процесс разработки, в отличие от обучения, вы как бы по-новому проходите тот язык или другие языки, но уже уверенно пользуясь справкой и подбирая то, что вам надо. Если вы не учли ранее это, значит эффективность вашего предыдущего периода 10%, если не меньше. Что делать? Теперь нарабатывать этот опыт. Учтите, что эффективность разработки в данном случае падает до минимума. По сути дела, когда вы обучались, вы и должны были делать то, что я говорю в уроках. Если вы это не делали, сейчас это вам бац по голове. И больно-больно. Потому что вы сидите, надо работать со справкой, а этого навыка у вас нету. И вы справку смотрите, как баран на новые ворота. Куда потратили время? Неэффективно. И вам придется сейчас этому учиться по-новому. Но, ребята, я вас попрошу не расстраиваться. Если особенно вы славяне, значит, что говорим себе? Все правильно. Опыт, сын, ошибок трудных. Просто сделать выводы, но начать это нарабатывать. Не нужно расстраиваться. Времени много зря потратили. Но что сделаешь? Нужно сделать выводы. Какой вывод из этого сделать? Значит, когда вы проходите уроки, изучаете списки, то важнее поработать со справкой, а не только разобраться со списками. Так как навык работы со справкой, он останется и в нужный момент всплывет. И списки, когда надо, вы посмотрите. А если вы просто разобрались, а, понимаю, то, в принципе, таких ребят приходят, которые, да, начинаешь переучивать, что надо делать вот так. Да, мелочи. Я записывал много видео по этому поводу. Значит, первое вывоз сделали. По сути дела, открываем, не умеем работать со справкой, вот это, бац, вниз, и вы просели. Да, оказывается, с справкой вы не умеете работать. Вы остались на этом уровне. Сюда вам не добраться, пока вы этот уровень реально не наработаете. Идем дальше. Следующее. Отсутствие или недостаточный уровень навыка работы в командной строке. Да, откройте любую справку. Что здесь, умничать надо, что ли? Любого языка справку открываем. Что здесь? Здесь все? Все, что бы не было, да, дальше, где бы мы не мотали. Прошли, прошли, это здесь. А в других разделах, просто так, опять же, здесь куски кода. И куда бы мы ни пошли, везде будет идти работа с командной строкой. Если вы этим не занимались, то будете смотреть, как баран на новые ворота. По сути дела, вам справка дальше, само наполнение справки ни о чем не говорит. Вы время потратили неэффективно. А я что в школе говорю? Берем джупитер и работаем с командной строкой. Почему? Потому что у новичка есть привычка такая. Как вырисовывается функция у профессионала? Допустим, мы идем, на примере Джанго покажу, да. Ну вот, возьмем там, возьмем там, например, нет, не это. Возьмем выборку. Вот мы смотрим, везде выборка идет у нас, что обычно командная строка. То есть, по сути дела, если я могу писать код для Джанго, открываем Kotlin, допустим, или Java, и что вы думаете, там будет что-то другое? Нет, ребята, вы ошибаетесь, там тоже будет командная строка. Это будет основа. Так, секундочку. Вот, открываем, берем классы наследования. И в основном мы будем видеть куски кода, да, везде куски кода, которые к чему-то будут относиться. Либо, опять же, командную строку. Везде одинаково. Так, стоп, что я дальше хотел сказать? Сейчас, секундочку, соображу. По сути дела, если я работал с командной строкой, вот я расскажу, как считает новичок, и как упорно учится неправильно, и как надо делать правильно. Я, когда знаю, когда говорю, что надо работать с командной строкой, то я для себя понимаю, в принципе, работа в Джанго, это первое, что мне надо делать, это извлечение данных из базы. То есть я для себя должен определить метод извлечения и дальше что извлечь. Мне для этого действительно достаточно посмотреть метод, потому что здесь извлекаются разные объекты, да, там, выборку. То, в принципе, я себе напоминаю и извлекаю то, что мне нужно. А что делает новичок? Ему надо написать полную функцию. Он пишет полную функцию, а потом смотрит, что происходит, да? Это неправильно. Ведь, по сути дела, от чего начинается всё? Что извлечь и как извлечь? То есть мы вот это себе понимаем, а потом начинаем обращивать в голове, как мы выстроим функцию. Вот это правильно. То есть идём от командной строки. Но, как я говорил, на первом этапе это не совсем получается. Поэтому вспоминаем пункт первый, который я говорил. Сначала идём от приложения к справке. Хорошо. Читаем. То есть поняли, да? Принцип поняли. Итак, работа в командной строке. Если вы работали в командной строке, а вообще я предлагаю работать в Jupyter, там можно работать и с Java, и с Kotlin, то любая справка будет вам считываться моментально. Вы привыкли. Вы будете быстро находить нужное. То есть читать справку. Этот навык надо развивать. Если вы проигнорировали эти советы, то справку будете смотреть большими глазами, не особо понимая, что написано. Значит, процесс разработки у вас зайдёт тупо в тупик. Потому что, в принципе, вспоминаем пункт первый. Вам придётся работать с разными методами, с разными библиотеками. Всё в голове не удержишь. Поэтому вам придётся работать со справкой. А вы этот навык не тренировали. Ну что сделаешь? Расстраиваться не надо. Времени потратили много. Надо сделать выводы, то есть начать нарабатывать. И нарабатываем этот навык. Следующий навык. Отсутствие его. То есть второй навык, который мы здесь посмотрели, который бы назывался... Это командная строка, да? Командная строка. Вы его опустили. Чёрт из два. Вы сюда выйдете. Как бы вы там ни старались. Ваше движение продолжается ровненько, ровненько, намного ниже процесса разработки, уровень которой вы были. Вы вроде бы пыхтите. Вы каждый день изучаете там некие списки, словари, добавляете что-то. Но при этом приоритет ваш расставлен неправильно. Как я говорил, в первом случае надо было обращать внимание на работу со справкой. Во втором случае любой код пропускать через командную строку, а потом выстраивать представление. Значит, отлично, мы это опустили, наш уровень остался прежним. Время идёт, а вы программированию к разработке приложения не приближаетесь ни на шаг. Вы нечто себе там ковыряете, а что непонятно. Сейчас на ходу меняем цели. Следующее. Отсутствие, отсутствие или недостаточный уровень навыка выражения кода словами. Если вы, а я всегда говорю, ребят, вот посмотрите, вот мой проект, и школа это знает. Вот есть мой проект, первое, что у меня должно быть в проекте, это Вики. То есть я составляю Вики по проекту, и этому я учу каждого участника школы. Когда вы составляете Вики и пишете, вы вынуждены формулировать, а это не так просто. Но когда вы постоянно записываете то, что вы делаете, вы наконец-таки научитесь, пусть своим образом, но формулировать идеи кода, формулировать код, формулировать цели каждого метода, каждой вещи. Но ведь этот навык тоже не придет сам собой. Его надо тренировать день за днем. То есть, по сути дела, если вы учились, слышали меня, что я говорю в уроках, что ведите проект, код, записывайте, расписывайте. Я и так требую, чтобы постоянно расписывали вот и до, то у вас этот навык вырабатывается. Если не выработан, то, по сути дела, процесс разработки, вот здесь навык, да, навык, код, описать словами, описать словами. То есть выразить словами код, метод в коде, цель поставить. Если этого навыка нету, опускаем сюда, вы сюда не двигаетесь, вы двигаетесь здесь. И в конце концов, когда придет процесс разработки, а надо ставить цель классом, надо у вас, вы не можете двух слов связать. Вы вроде как собака, понимаете код, а как сказать не можете, да. То есть, по сути дела, на что вы тратили время, да, чему-то учились, но не поняли, что надо просто все записывать. Потому что, когда ты можешь сформулировать, у тебя это начинает получаться, ты этим начинаешь думать, да. А то много людей, а как научиться программировать? Да начни ты проговаривать то, что ты делаешь, и твои слова будут все ближе, ближе, ближе к техническому языку, сами собой, поверьте мне. Надеюсь, это тоже услышали. Следующая ошибка. Отсутствие или недостаточный уровень навыка переключения масштабируемости проекта понимания нутроизыков языка в целом. Здесь очень простая вещь, с которой вытекает очень много, ребята, с которой вытекает вся фулл-стэк разработка. Значит, если вы, как я рекомендовал, начали изучать второй язык, даже не понимая зачем, но главное, начали изучать, как рекомендуется, после как прошли функции Python. Грубо говоря, в школе я говорю так. Ребята, вот вы прошли функции Python, начинайте изучать Kotlin. Конечно же, сейчас многие спросят, а почему Kotlin? Вы знаете, ведь, ну давайте по порядку еще ответим по ходу на этот частый вопрос новичков, потому что новичок пыхтит-крахтит. Я сам сейчас вспоминал, какой язык изучать. Ребят, по языку не надо судить. По двум причинам. Первая причина. Вы можете изучать любые два языка в паре, и вы выйдете на любые вообще языки будете писать. Это первое. Но я выбрал два языка этих первичных, Python, Python, правильно, и Kotlin, по одной простой причине, что Python это весь веб-рынок и серверная часть. Вспоминайте, Instagram написан, а на Instagram весь мир, на Django. А Kotlin это мобильный рынок. Но многие ж не знают, что Kotlin это язык, на котором можно написать и сам сервер, и обычное дископное приложение. Что хотите. Kotlin это мощнейший язык. По сути дела, нам для современного мира надо в первую очередь рынок веб-серверной частью и мобильный рынок. Поэтому, когда мы сюда после этих двух языков, смотрите, сейчас мысль немножко остановлю, по-другому сформулирую. Помните, я сказал, прочитаем еще раз эту фразу. Если вы, как рекомендуется, начали изучать второй язык, даже не понимая зачем, но главное, начали изучать, как рекомендуется, после того, как прошли функции Python, то вы легко начнете планировать масштабируемость вашего приложения и превращение его в современную серверную частью, мобильную. Будете понимать, как и что работает, так как у вас выработан твердый навык работы с новым материалом. И четко в голове отложились общие принципы. Но самое главное здесь камень преткновения, это переключение. Ведь у новичка очень большой страх переключения между языками. Это очень хорошо. Я дал эту вам статью. Описал в свое время Сергей Асачи. Вот он писал. На тот момент, когда Валерий Иванович предложил изучение Kotlin, я уже начал изучение Python. И был где-то возле функции, правда, в четвертый раз. Запоминайте, да? Вот правильно делал. Я вцепился зубами и пилил его по полной. Я не хотел изучать Kotlin. Сейчас сначала пройти Python. Вот это было бы ошибкой. Kotlin надо начать изучать второй язык. Не важно, Kotlin это или какой вам надо. Именно как только вы прошли функции. Большинство современных языков поддерживают функции. Прошли функции, понимаете? Все. Начинайте второй язык. Узнав, что Kotlin это мобильный рынок, я посчитал, что упускать это нельзя. И решил попробовать прицепить. Таким образом я начал чередовать. Вышел новый урок Kotlin, я в Kotlin перешел, возвращаюсь в Python. Несколько месяцев все было как в тумане. Единственное, что я чувствовал, это то, что у меня тонны информации, с которыми я не понимаю, что мне делать. Я вымытан, меня вырубают за компом, руки начали опускаться. Сомнений навалилось. Нормально. Я думал, что я ничего не понимаю, но это только мне так казалось. Ребята, это всегда только кажется. На самом деле я все понимал, просто мне еще не открылась вся картина. Но картина открылась сама до конца, не осознавая, я увидел, что могу писать и на Python, и на Kotlin. Ребят, я вам расскажу секрет. Потом Сережа начал легко вычленять GC, Java. Почему? Потому что везде, там класс, там функция, там другая какая-то вещь. Они становятся понятными. Но главное, что преодолевается при подключении второго языка, это момент переключения. Ведь именно так думает новичок. Именно так думал Бовсуновский, который в 2009 году читал статью профессионала с Google. Жаль, забыл фамилию. Он писал, что отдайте языкам около 10 лет, изучите с десяток языков, вот вы станете профессионалом. А я-то думал, как? Ой, мне бы Python выучить. И это сильно затормозило меня на целых 3,5, почти 4 года. И осознал я эту ошибку только, когда начал школу в 2013 году. Понимаете? Вы эту ошибку не должны повторять. Поэтому в любом случае, если вы считаете, что вы будете изучать один язык, а потом вам понадобится другой язык, и вы, это произойдет как бы само собой, то вы ошибаетесь. Вот этот момент переключения между языками и тормоза, все останутся, страх останется. Это тоже будет упущено. То есть процесс разработки, full stack разработки, когда вам надо сейчас Django, потом вам надо Kotlin, потом вам надо API сделать, потом вам надо JSON работать, он у вас уходит. Его нету навыка. А когда нету навыка, его надо что где? Его негде взять. Здесь ничего не купишь. Здесь надо просто пройти ручками именно самому. И этот момент переключения надо просто начать заниматься. Где-то у кого-то 3 месяца, у кого-то полгода, но уйдет. У вас будет полное спокойствие в душе, и вы будете четко понимать, что ага, переключился сюда, вот так делаю. Все просто. Но, ребят, происходит на самом деле намного большие вещи. В этом и суть системы школы. И я сейчас вам добавлю видео, где я рассказывал очень простым языком. Проще некуда. Ну, очень просто. Питон ваш план, ответ, собственно, как изучать язык программирования. Я тоже это добавлю вам, чтобы вы посмотрели видео, ну, совершенно простецким детским вариантом рассказано, зачем изучать два языка. По сути дела, ребята, ведь здесь дело не в двух языках, не в самом Котлин. Котлин, как я сказал, выбрал, чтобы сразу захватить свое внутреннее ведение рынок мобильный. Да, то есть то, что требует современности. Но, но, вот так сделать проще. Сюда мы добавим еще GC, и сюда мы добавим Java. Вот на этих четырех языках можно написать все, что угодно. Сейчас, чтобы не забыть, когда изменилось время. Когда изменилось время. Это я сейчас скажу. Когда изменилось время. Так. Так вот, ребята, на самом деле происходит, когда вы подключаете второй язык, происходит большая вещь, чем вы думаете. Смотрите, вот вы, я это рассказывал в том видео, но я просто коротко пройдусь. Когда я писал когда-то на одном Python, я считал, что вот Dev так обозначаются функции, и все, вот они делают то-то, то-то, то-то. Но Python язык в динамической типизации, и многие вещи от нас скрываются. Когда мы подключаем язык со статической типизацией, там многое надо самому прописывать. И мы, наконец-то, начинаем второй, потом третий смотреть. Мы, наконец-то, начинаем выходить на уровень, который желательно выйти. То есть, понимать, что, а в принципе, в одном языке функции высшего порядка, а в другом языке там такого-то уровня, а вот так вот делаются функции обратного вызова. А что это за функции? То есть, понимаете, мы начинаем выходить на понятия, когда изучаем два языка, на понятия, присущие всем языкам. Но, допустим, если вы изучили два языка, то, допустим, когда я начал изучать GC, я не стал смотреть все там. Я просто посмотрел, а что там представляет собой функции? Все. Я прочитал, функции в GC представляют собой функции высшего порядка. И мне, я получил ответ вгновенно. Какой? Ага, понятно. В GC функции могут использовать другие функции. Значит, есть и функции обратного вызова, значит, есть все остальное. Все. Мне стало понятно, как писать на этом языке. Но ведь это тоже само не придет. К этому надо прийти. Это надо пописать на одном, на втором. И потом, если вы думаете сейчас, что вы будете писать на Python, там один код, на Kotlin другой код, и это будет сложно, да там и там функция. Какая разница? Да нет никакой, ребята, разницы на самом деле. Просто-напросто по-разному записываются. Но принципы, которым подчиняется этот код, они одни и те же. И поэтому вот эти принципы вы вынуждены будете на сравнении изучать. А наш мозг и работает на сравнении. Надеюсь, достучался. Достучался. Итак, если вы это не делали, то, по сути дела, как мы говорили, этот момент переключения и момент выхода на другие языки, он у вас выпал. Значит, вы опять остались вот на этом уровне. Потому что, чтобы этот момент включить, его надо включить в практику. Понимаете, как только вы начнете однажды использовать второй язык поседневной жизни, потом вас начнут интересовать вопросы стыковки между языками, вы наконец-то выйдете на понятие, что языки можно стыковать, передавать данные при помощи формата JSON, где-то через API, где-то чисто через функции JSON имеет Kotlin, имеет Python, все эти методы имеет. Но о них надо знать, и к этому надо прийти. И вот отсюда начинается с двух языков. Момент масштабирования. Именно с подключения второго языка, наконец-то вы выходите на уровень, когда вы, наконец-то, начинаете цеплять в понимании моменты масштабирования. Код Python, как библиотека, да, вот на OOP. Дальше мы можем подключить серверную часть, дальше мы можем подключить мобильную часть, дальше между собой все это дело состыковать при помощи того же JSON. JSON, то есть, начинает момент масштабирования. Но если вы себе вбили в привычку, то вы и будете так развиваться. Понимаете, почему? Потому что это, во-первых, нужно, во-вторых, это интересно, а в-третьих, вы будете себя чувствовать, что вы действительно программист. Понимаете, я говорю о привычке сейчас. Поэтому, если вы эту привычку не вбили, то, в принципе, вы остались, опять же, на месте. И опять в разработке это все выплывет. Но ничего, все это можно поправить. Следующий момент. Я еще вот тут один вопрос не вижу, но я его точно озвучивал. Отсутствие или недостаточный уровень навыков первичной разработки. Я имею в виду Kiwi, Django, Linux. То есть, в школе есть же уроки сервера, в школе есть работа с теми же приложениями, да, то есть, мы пишем проекты. Почему? Потому что проще метода и лучше, чем изучить Django и понять сервер нет. Почему? Потому что Django в себя выбрал там и JSON, и API, и работу с фреймворками, написанными на GC. Все это в себя в Java выбрал. В одном пакете вы можете учиться всему. Почему? Потому что, то есть, Django выбрал. Django рассчитан на фуллстэк разработку, что разработчик понимает, и как передавать данные, как состыковать Джукери и Django, и мы это проделывали на этом сайте, по-моему. Да, это точно проделывали, когда делали на этом сайте. Ну и многое-многое другое. Так вот. Потерял мысль, ребят. Сейчас, что я хотел сказать. То, что хотел сказать, помню, но потерял мысль. Так, секунду. Все, вспомнил. То есть, первичная разработка. По сути дела, кроме изучения языка, вы работаете с Django, с Kiwi, но никогда не забываете чистый язык. Потому что, понимаете, если вы уйдете в какой-то один фреймворк, вы чистый язык забудете. И все. И потом пойдет перекос. Это нельзя делать. Поэтому вот здесь я давал такие вещи, как самостоятельная работа, где, в принципе, мы сначала подходили до объектно-ориентированного программирования, работали с функциями. Иными словами, я требовал простые вещи, чтобы человек четко понимал, что как происходит. То есть, что у нас здесь, как и что работает внутри, как аргументы, как работают методы. То есть, это должно отлетать. И некоторые вещи, которые, тот же метод суперчеткое понимание, то, что нужно для любых проектов. И саму работу с классами. То есть, самостоятельную работу нельзя опускать. Вот здесь, ребята, я где-то записал, но я не вижу, но я проговорю еще один момент. Еще один момент, который сильно тормозит новичков, это проискивание. Я всегда говорил, вот это и есть в самостоятельной работе. Ну, грубо говоря, проискивание, сейчас покажу, это вот вы изучаете методы списков и, допустим, пишете методы списков питомников. То есть, по сути дела, это очень серьезный навык, который у вас начинает нарабатываться до разработки. Что вы начинаете ассоциировать те или иные вещи, а именно это и надо делать, когда, вот что я показывал, самостоятельной работой. То есть, даже все проделано, вы должны проискать в интернете. То есть, этот опыт, чтобы застолбить, как это правильно сказать. И тогда у вас начинает нарабатываться ваше информационное пространство, и вы четко понимаете, что для того, чтобы получить это, надо задать вопрос. Но когда это происходит в течение нескольких лет каждый день, то это ваше внутреннее пространство, вот этими заготовками правильных вопросов, оно просто на все случаи жизни. Понимаете? Это очень важный навык, потому что, помните, что программирование – это работа со справкой профессиональной. Давайте еще зачитаем, что там осталось. Я не совсем все, но основное я написал. Да, вот про это говорил. Ребят, что я хотел вот до этого момента вам уже сказать, что на самом деле... На самом деле. А может ли быть так, что человек изучает, изучает, а писать не может? Да, ребят, это самая главная проблема в процессе изучения программирования. И вот я вам уже попытался показать, что, оказывается, учиться надо определенным образом. Посему в школе я много времени прошу это услышать. Уделяю чему? А как правильно изучать программирование? И сейчас я вам на реальных вещах просто, ну, как детям на схеме показал, что упуская, ставя неправильные приоритеты, вот вы вроде изучаете тот же самый код, а возьми, вы делаете правильно, в принципе, почему вся группа исписана, вот как Асачий делал. Вот поэтому он прошел, да, прошло почти два года. И он пришел, уже уверенно сам пришел к разработке, да, то есть начал уже разработку. И здесь вот как раз в школе начался новый раздел разработка приложений. У нас в школе есть, получается, с нуля языки. Второе направление, получается, это как выйти на full stack разработку. И сейчас конкретно мы начали курс. Это сам процесс разработки с нуля. И вы поверьте мне, вот учитывая подготовку Сергея, пришлось, и то пришлось, чтобы он начал что-то вот делать, он стушевался сначала. По сути дела, он все это проделал. И даже вот я ж ему напомнил, Сереж, ну посмотри, ты ж уже писал. Ты ж уже писал там вот в этом, писал в этих уроках первую программу про зоопарк. Но, тем не менее, он стушевался. Тогда я понял, что чем я его испугал сейчас. Когда я рассказал про масштабируемое предложение, что надо написать сначала код на питон, потом сделать серверную его часть, потом привязать мобильную. Именно будем работать с этим прототипом, который нужен для современного мира. Зачем нам нужно писать код на питон, а потом можно или на любом другом языке в стиле ООП? Чтобы мы могли собрать любые объекты, допустим, вам поставили задачу, надо целую область собрать все объекты и в единый центр управления. А как кроме ООП вы это сделаете? Просто в ООП это сделать удобно. Второе. Теперь этот центр надо привязать к серверу. Если вы сможете настроить сервер, если вы можете, ребята, настраивать, привязать джанга, то, извините меня, руководитель скажет, «Да, парень, так ты сечешь, вот и будь начальником, а вот твоя задача сейчас – понимать задачу, и набрать себе, ребят, как это сделать». Конечно, к вам отнесутся именно в таком контексте. А когда вы вроде одно написали, а с сервером я не могу, а джанга я не могу, а мобильное приложение я не могу, а так могу и то, и то, и то, я понимаю, кругом люди будут понимать, что вы понимаете, кого вам нужно взять, вы понимаете весь процесс. Тогда, конечно же, вы будете руководителем однозначно. Я к чему и хочу вывести своих ребят. Но кому нравится писать свои проекты, это просто-напросто, ну, интересно же написать сам проект, написать серверную часть, написать мобильную часть, все это состыковать, но, по крайней мере, этого требует современная действительность. Теперь вы уже получили ответ на вопрос, а может ли человек изучать, а при этом процесс программирования писать не может. Получили ответ, потому что неправильно расставили приоритеты. Теперь, надеюсь, правильно. И в школе по этому совету много, надеюсь, будете слышать. Так, теперь, а, вот продолжу, что хотел. Так вот, про Сергея Осадчева расскажу. И нам пришлось, так сколько, недели три уже поработать, чтобы стать в какую-то струю, да? Ну, первое, вот как я размышляю. Сначала я готовил курс по ООП, но понял, в принципе, мало смысла. Этот курс по разработке приложений практически должен быть только вот в формате обратной связи, вот в школе. Поэтому я ребятам в школе говорю, ребята, кто хотел, пришел, хочу подтянуть практически питон, хочу писать реальные проекты. Так вот, ставлю я задачу Сергею Осадчеву, делайте пока с ним, но делайте свой вариант. Потом перейдете к тому, что вас интересует. Сначала давайте выработаем общий стержень, из чего создается процесс разработки. А потом вы его будете развивать всю оставшуюся жизнь и брать и опыт других людей, и что-то допетривать, что-то у вас будет простреливать. То есть, все будет накапливаться. Но нужен стержень. Потому что, смотрите, это важный момент. Вот Сережа проделал, ну, дофига, везде в группах дофига. Но я говорю, ведь он до этого делал что? Он делал кусочки кода. Он их понимал. Метод супер, да пожалуйста, то-то, пожалуйста. А теперь я говорю, а мы должны сформулировать цель проекта, написать классы, написать методы. И что я понял? Я думал несколько дней, и вижу, что растерялся. Ну, сейчас уже все нормально пошло. Я понял, что первое, с чего нужно дать начать Сергею, это работа с абстрактными классами. Понимаете? Что такое абстрактный класс? Вот у нас есть ферма, у нас есть... Вот давайте покажу сейчас, чтобы вы поняли, почему это важно начать именно с абстрактных классов. У нас есть объект ферма в деревне там Нью-Васюки ферма. У нас... Да, елась твой раз. У нас есть автозаправка. Автозаправка. Ну, поняли. Автозаправка. И у нас есть завод бытовой химии. Объекты... Завод бытовой химии. Объекты совершенно разные, да? Но, по сути дела, как их объединить в одну базу? Да, вы скажете там, все по разделам, все это можно сделать. Но, по сути дела, посмотрите на эти объекты. Все они имеют название. Это ферма, это автозаправка, это у нас завод бытовой химии. У каждого есть название. Значит, уже можно создать абстрактный класс, где общее у всех этих объектов название. Все они имеют географическое положение. Значит, можно уже второй метод создать, географическое положение. Все они имеют какую-то принадлежность категории. Значит, мы опять можем создать метод, где и будут ветлиться эти категории, да? Где-то к автомобильным, где-то к сельскому хозяйству, где-то к промышленности. Но, именно работа с абстрактными классами ставит две вещи в нужное русло. Первое. Мы, когда формируем задачу, мы вынуждены найти общее среди всех элементов. Мы вынуждены в абстрактном классе все делать сами. Поэтому я выбрал именно начать работу с абстрактных классов. Но не тут то было. Дальше дело сначала не пошло. Я ответил для себя на вопросы, что же является тормозом. И я понял, чтобы помочь Сергею влиться в колею, я решил пойти маленькими задачами опять. То есть я ему дал задание, взял готовую библиотеку Пандас. А, давайте сюда включим. Мы же еще не включили сюда. Что? Абсолютно верно. Машинное обучение или искусственный интеллект? Искусственный интеллект, да? Вон китайцы, как я говорю, во всем Китае сделали на Python распознавание лиц. Но мощно, мощно. Потому что на самом деле в Python обрабатывается распознавание лиц при помощи библиотеки NumPy. Она написана на C. И мы получаем скорость работы C. А управление с Python. Круто? Круто. Так вот. Илья сразу ему подкинул библиотеку искусственного интеллекта. Во-первых, он наработает навык с библиотекой. Во-вторых, поставил конкретную задачу. Сейчас я постараюсь ее найти. А, и второе, с чего я решил начать, это добавить ему интерфейсы. Потому что очень много людей не понимают разницу между абстрактным классом и интерфейсом. А разница очень проста. Но в коде это надо показать. Пока мы делаем это все Сергеем. Вот смотрите. Чтоб сразу вы уловили. Потому что я часто задавал вопросы, очень редко от участников видел четкий ответ. Вот у вас есть пульт телевизора. Это интерфейс телевизора. Пульт что проверяет? Что был переключен канал. Но какой канал там идет, или РТР, или там НТВ, пульту не важно. Вот это задача интерфейса. Проконтролировать действие само. А уже что разместить на канале, это называется уже адаптер, то есть можно что хочешь. В то время как, если бы это был абстрактный класс, то абстрактный класс задает жестко методы задолбы. Если бы у нас пульт телевизора был написан как сейчас я вы поймете, приведу пример. Если бы у нас пульт телевизора был написан как абстрактный класс, то абстрактный класс контролировал бы, что включен второй канал, и на нем программа такая-то. То есть жестко. Вот по сути дела в телевизоре, в том же поиск каналов, это будем считать, что написан как абстрактный класс. Почему? Есть такая-то частота, куда попадает такой-то канал. То есть там уже четкие действия, но при этом каналы могут быть все разные. Вот. Но потом я говорю, что это я... А почему? Потому что когда Сережа написал вот этот абстрактный класс, то я сказал, Сереж, вот этот код сейчас не пойдет. На момент обучения это был правильный материал, просто общее понятие. Сейчас этот код не пойдет, где просто использование метода, допустим, и то, что есть класс, но который мы, грубо говоря, он ничего не делает. В данном этапе, если мы приступили к процессу разработки, то нам надо, чтобы классы нечто делали, имели методы, которые тоже что-то делают. То есть уже нам надо другое. Так, секунду. Вот. И тут я получил обратную связь. Окей, я понял. У меня первая задача разобраться с абстрактными классами. Да, Сереж, именно верно. Мы уже к этому пришли с тобой. Я прислал эти примеры, чтобы услышать от вас правильно. Услышали, да? Примеры эти правильные для периода обучения раннего для вас, а сейчас мы должны видеть реализацию. Вторая задача интерфейса. Надеюсь, вы с ними разберетесь. Правильный пример. Вот. То, что я вам и сказал. Пандас. То есть я решил Сереже дать библиотеку искусственного интеллекта входящего машинного обучения Пандас. Она простая. Библиотека, которая, в принципе, если бы мы писали там для районов, он пишет свою ЭТС, которая может таблицу вывести. Допустим, у нас есть там 150 объектов. Можно их вывести в таблицу, расписать по городам. То есть, чтобы вывело по городам в 150 городах, находятся вот такие-то по товарам, почему угодно. То есть, я ему написал, да, все верно поняли. Пандас облегчит задачу, так как у нее есть четкая цель. Правильно, она выводит. Значит, у Сережи уже в голове должно было создаться следующее, что... Я сейчас не помню, где я эту задачу сформулировал, но там я поставил совершенно три конкретных вопроса. По сути дела, теперь его задача сводится к более конкретной вещи. Написать абстрактный класс, там вывести 100 объектов таких, 100 таких, 100 таких. Дальше применить библиотеку Пандас и вывести эти объекты как классы, то есть уже как дочерние классы. А один класс... Сначала понять, что главное, что объединяя все классы, ну, типа там названия, а потом в каждом классе вывести отдельно часть объектов. Это уже суть задачу. Так, еще что важное. Теперь по принципу оценки кода. Здесь мы будем ориентироваться на Линуса Товальда, который говорит, к вечеру вы имеете либо работающий кусок кода, либо неработающий. Вот на это ориентироваться. Написал код, он работает, отлично, я не успешный. Если написал код, не работает, продолжаем работать над ним до успеха. Но самым сложным, оказывается, оказался, это вход, это начать. Потому что говорю, что процесс обучения и процесс разработки, это абсолютно разные процессы. Почему? Потому что здесь, если в процессе обучения мы брали какой-то там тип данных, список, и просто нам надо было нечто вычленить, мы понимали. Но сейчас нам очень трудно представить, куда все это вставить. Поэтому мы пошли с нуля. Во-первых, я подкинул ему идею, которую еще год назад давал, но, видно, тогда никто не был готов. УМЛ. То есть, грубо говоря, язык, где можно графически отобразить классы. Теперь следующий момент. Мы пошли потихонечку. То есть, я понимаю, что сейчас для Сергея и других ребят надо наработать ассоциации, чтобы было так, что написал класс, сначала взял, нарисовал класс, потом включил сюда методы, нарисовал, соединил их, соединил их, и в голове нечто происходило, что это класс абстрактный, что тут агрегация, тут обобщение, то есть, вот эти все вещи теперь надо и научиться рисовать, а как по-другому отображать классы? Конечно же, рисовать. И при этом возникала ассоциация, что делать? Второе. Так, что еще важное? То есть, вот этот процесс пошел у нас. Я просто покажу, что все пошло, вошло в нормальное русло дальше. Да, вот теперь и вижу, все нормально, вчера и сегодня в Pandas занимаюсь, я так понял, Pandas пока нужно отложить, заняться целью проекта. О, пошло у него свое соображение, что в принципе Pandas это применение, ее конечная цель, потому что я понял и написал ему хорошую инструкцию, сейчас я покажу ее. Да, то есть, правильно, целью проекта и классами, которая включает довольно много моментов. Давайте посмотрим их. Ребят, но важно быть в школе, где бы вы не были, надо быть в школе, в группе и все это делать в реальном времени. Вот, поэтому написал инструкцию. Сергей, вижу, немножко растерялись, давайте приходить чуть-чуть вспоминать. Выбросить с головы пока более сложные вещи, JSON, сервер, мобильный разработчик, ко всему этому придем в свое время. Для начала я ему сказал, посмотрите, вспомните, вот раздел, ведь он все это проделывал, но проделывал как куски кода. Да, то есть, все это есть. И в других частях группы, да, и поэтому ребятам говорю, проделывайте это, ну, проделывайте, проискивайте, все это надо проделывать на практике. С этим разобрались, это есть. Следующий момент, на следующих вещах, определение цели и роли класса. Что должен делать класс? Например, абстрактный класс, задать общие методы для всех. То есть, по сути дела, на первом этапе вы должны отвечать, вот у вас класс есть, да, что он должен делать. Пока вы этому не научитесь, при этом эта ассоциация должна происходить у вас с рисованием. Нарисовали класс? Поняли цель? У вас в голове должно уже сложиться, вот этот класс должен делать что-то. Только потом уже определять методы класса. И каждый метод, что должен делать метод? И мало того, надо понять роль класса в общей системе. Если вы не будете смотреть с этого угла, но это потом шлифуется, то, по сути дела, никогда не получится хорошего кода. Это по словам Линуса Товальда. Почему? Потому что здесь, ну, дальше я забежал вперед, но тем не менее, надо было его настроить. Так, метод 1, например, добавляет элемент, значит, думаем, используем все, что можно. Google, LUT, со своей наработкой в группе. Как добавить? Ага, не все определили, нужно определить тип. Ага, из моей задачи нужно добавлять, ну, я ему пример расписывал. И дальше так, и так далее, и так далее. В общем, подсказки, подсказки, и подсказки. И в конце концов, я понял, что дело потихоньку пошло. То есть, он начал, сейчас ждем кода, ждем кода уже, что будет делать классы, ждем рисунок кода, то есть, графический. То есть, по сути дела, начинаем ставить задачу, какой-то алгоритм. То есть, надо прототип, да, который потом будем развивать. Так, пока все. Я к чему вам показывал вот эту переписку, потому что, когда мы занимались Сергеем, да, а у нас в школе тот, кто занимается в группе, я помогаю, то есть, для всех в группе, то он все это проделывал. Но, тем не менее, и то, сколько вот вопросов возникает при уже реальной разработке, у него все это есть. И это надо собрать как-то в план сейчас, да. на этом пока все. То есть, цель видео достигнута, вы поняли, что оказывается, есть моменты, на которые нужно обращать внимание. Все это, ребята, надо, для этого я говорю, кроме уроков, в школе более 17 суток видеоуроков, школа Питонжанга переписывается, поэтому сайт может быть другим, но с нее надо начинать. С нее надо начинать. Потом, когда вы дошли до функции Пайтон, как я рекомендую, подключить Котлин с мобильной разработкой, потом уже можно блокчейн и все остальное. При этом не забрасывать, работать, вот как по советам, в группе постоянно есть советы. В этом надо вариться, писать будете. Сейчас единственное, в школе, кроме обучения, добавляется процесс разработки, то есть выработка этого стиля. А потом вы уже будете брать опыт других людей, брать какие-то моменты опыта, брать какие-то паттерны, шаблоны проектирования, уже смотреть. Но у вас, чтобы от чего-то должно отталкиваться, вспоминайте, всегда должна быть точка, от которой оттолкнуться. Если у нас этой точки нет, то в принципе все остальное в пустоту будет. И последний момент, я уже даже охрип, что еще раз повторюсь, вы уяснили, что вот школа направлена на то, почему вот, я в школе постоянно говорю, вот ребята, надо делать так. Сейчас просто уже пришло время, что оказалось, что начинает выплывать вот эти моменты, хотя в принципе я их и так понимал, и думал, ребята понимают, да, на самом деле говоришь, говоришь, а ребята не слышат, теперь я показываю, что оказывается, навык и изучение языка для вас может быть правильным, и вы получите необходимый опыт, потом будете его использовать в разработке, в разработке, либо вы просто проковыряетесь, вроде чем-то занимались, а нифига не отложилось, потому что навык надо вырабатывать основательно, для этого я и рассказывал, ребята, вот то, что видео вам говорю, я его дал в описании видео, не давал вам много, потому что от этого видео вы и так, я думаю, устали, оно тяжелое довольно, и для меня тяжелое, да, все сформулировать было, но простым языком посмотрите, чтобы многие понятия поставятся таким вот простым языком, все, ребят, для новых начинать надо с spb-tut.ru Спасибо, все получится.